Здравствуйте, в эфире программа «Городские встречи». Сегодня у нас в гостях Алексей Дворников, старший дознаватель по Шиловскому району Рязанской области. Здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, в каком направлении именно вы ведете работу, вот лично вы, в большей степени? Наше подразделение дознания расследует преступления небольшой и средней тяжести. В основном сейчас стали актуальны преступления, связанные с защитой прав семьи, ребенка, их отношений в семье. Уголовный кодекс предусматривает такие преступления, как неисполнение родительской обязанности или ненадлежащее исполнение родительской обязанности в отношении своего несовершеннолетнего ребенка, связанные с жестокими обращениями с ним. Вот это предусматривает статья у нас 156 Уголовного кодекса. Ну а вот что подразумевается под жестоким обращением с ребенком? Обязательно это должно быть какое-то вот одно действие, направленное на ребенка? Или должно быть сочетание действий, чтобы привлечь? Нет. Данное преступление является длящимся, то есть необходимо два и более факта совершения в отношении ребенка насилия. Вот так же это насилие должно не просто сопровождаться какими-то ударами, щипаниями, а ребенок должен лишаться еды, одежды, у него не предоставляться ему места для того, чтобы он развивался как-то, для игр, для обучения и так далее. И такое существует реально? Да, такие преступления существуют, благо это носит единичный характер, но такие семьи есть. Ну вот какой-нибудь пример приведите, вот у вас в Шилово именно что-то может быть происходит и как часто выявляются подобные преступления? Ну в связи с тем, что данная категория преступления очень сложная и требует очень длительной подготовки к ним, в том плане, что фиксация преступления, обследование жилищных условий ребенка, его состояние как морально, так и психическое, физическое. Вот поэтому данная категория преступления очень сложная. Вот, одним из недавних преступлений, относящихся к данной категории, было, то есть неблагополучная семья, мать-одиночка, воспитывает двух детей. Вот, по отношению к одному из ребенка, который более тянулся к ней, более младший, да, вот, при употреблении алкоголя она применяла к нему физическую силу, выставляла на улице, если он просил ее не употреблять спиртное, независимо от того, какое было время погоды, время суток, то есть ночное время суток, либо на улице было холодно, он в одном свитере мог стоять у подъезда и ждать, пока его запустят домой. А это многоквартирный дом был? Многоквартирный дом, да, стало известно это от соседей, вот, что такие случаи имеют место быть. Вот, так как ребенок был замечен на улице, попрошайничал, попросил еды, вот, со слов соседей, когда ребенок приходил к нему, они его угощали, чтобы покушать, то есть он не мог наесться, вот, такие факты были. А сколько ему лет? Вот, сколько? Ему где-то 10 лет, ребенку. И, то есть это соседи уже обратились, да, не сам он? Нет, как правило, дети не обращаются, они наоборот заступают за своих родителей, вот, и приходят с сотрудником полиции, совместно с представителями с администрацией по делам несовершеннолетних, с психологами, работать с ними, то есть и чтобы добиться от них именно вот правды, потому что ребенок склонен фантазировать, вот, и иногда наговаривать, вот, но в большинстве случаев, то есть факты подтверждаются, и вот такие горе родителей привлекаются в головную ответственность. Так, а еще какие бывают ситуации? Это вот где-то раз в год удается найти такую вот маму или папу, которая тогда возвращается? Да, 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 потому что многие семьи, да, многие семьи являются у нас неблагополучными, вот, но в них родители, как правило, стараются, по крайней мере, что-то сделать. Накормить, одеть. Накормить, да, одеть, дать обучение, но вот бывают случаи, исключения, когда применяют физическую силу. Как правило, они скрывают это за тем, что у них идет процесс обучения, но когда ребенок причиняется телесное повреждение, с которым он обращается в больницу, либо к другим людям за помощью, то это уже выходит за рамки. Вот что делать нельзя родителям? Скажите, вот можно ли так подзатыльник отвесить или в угол поставить, да? А вот что делать категорически нельзя? Или даже подзатыльник нельзя? Я думаю, что каждый родитель знает, как воспитывать своего ребенка, вот, даже если идет физическое какое-то наказание, то все равно человек разумный, который не хочет своему ребенку зла, он рассчитывает и силу, и все остальное. По попе хлопнул? По попе хлопнул, да, просто обозначить. Не так вот, у нас тоже случай был. Глаз разбивать не надо. Ну да. Это все уже, да? Да, отец там тоже не исполнял родительское обязанство, нашим ребенком, и шлангом от стиральной машины ее наказывал. То есть у девочки оставались глубокие борозды на спине. Так, и что потом с такими родителями? Это вы тоже выявили вот недавно, да? Да, да, да. В этом году, в прошлом? Нет, это в позапрошлом году. В позапрошлом. В этом году пока еще в семнадцатом? В семнадцатом пока нет. Нет. Данным преступлением у нас занимаются инспекторы ПДН. Как правило, это они следят за тем, чтобы в отношениях несовершеннолетних не совершались преступлениями. И, соответственно, чтобы несовершеннолетние совершали преступления. Вот. Они обследуют дома, жилищные условия, беседуют с педагогами в школах. Вот. Как правило, они собирают материал, и им становится известно о совершении данных преступлений. Так, и когда уже вот эта грань переходит, при которой полицейские должны заниматься преступлением? Как правило, у нас, исходя из нашего законодательства, что да, ребенку должны быть причинены телесные повреждения, либо он должен пострадать морально, в том плане, что его родители унижают в присутствии посторонних лиц. Вот. И эти факты по нашему законодательству должно быть неоднократным. То есть два и более раза. Но до этого момента с ними работает комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав. И если выявляются такие факты, стараются не доводить до уголовного, а лишать таких родительских прав. Так, а вот если сейчас нас кто-то смотрит, может быть, из детей, у кого происходит подобная ситуация, что нужно делать таким детям? И вообще, стоит ли что-то делать? К кому обратиться? Ну, да, таким детям необходимо обратиться к своим классным руководителям, к учителям с просьбой, чтобы они помогли им. Как правило, никто не откажет. И даже возможно, что анонимно проведут беседу с сотрудниками полиции, которые могут прийти и просто профилактическую беседу провести с родителями, что может на них повлиять. И в дальнейшем они откажутся от своего модели такого поведения. То есть сразу родительских прав лишать не будут? Сразу родительских прав не лишают. То есть стараются как-то помочь данной семье. Но если уже не удается этого сделать, то ребенок изымает из семьи, чтобы ребенок не причинялся какой-либо вреду. Ну вот скажите, какая доказательная база должна быть, чтобы все-таки наказание нашло своего обладателя? Что нужно тут? Видеозаписи или подтверждение ребенка? Не обязательно. Видеозаписи, это должно быть подтверждение насилия в отношении ребенка, то есть фиксация телесных повреждений. Это, как правило, в школах медицинские осмотры. В детских садах приходят, дети жалуются, их также осматривают. Медицинские работники выявляют такие факты. Со стороны сотрудников ПДН происходит обследование жилища, где там устанавливается, какая одежда есть у детей, какой нет, в каких условиях они содержатся. То есть на кухне грязно, чисто, либо там валяются бычки накуренные, кругом посуды с под алкоголем. И вот это все в совокупности будет являться доказательной базой в отношении... Соседи те же, правильно? Да, да, да. И сам ребенок рассказывает, что происходит, да? Да, да, да. Так, и что ожидают, допустим, вот... Чем закончилась история со шлангом, например, когда девочку убили шлангом от стиральной машины? Сколько вот отец получил? Вообще получил он какой-то срок реальный? Реальный срок не получил, так как это преступление небольшой тяжести. Вот, и в процессе расследования уголовного дела он осознал свою вину, раскаялся. То ему дали минимальное наказание, обязательно работал. Ага, а самое вот максимальное... Максимальное наказание – это лишение свободы до трех лет. Еще действенное есть наказание – это штраф до 100 тысяч рублей в отношении родителей. Но, как правило, такие наказания не применяются, потому что если на родителей возложить штраф, такую большую сумму, а они являются неблагополучными семьей, то у него не будет возможности додать ребенку что-то. Еще большие проблемы. Да, еще больше, да. Так, тогда скажите, вот где чаще всего, может быть, в каких ситуациях у людей случаются вот такие срывы на детей? Это матери-одиночки, неблагополучные или просто нездоровые психические люди? Как обычно это происходит? Нет, это люди здоровые, в отношении которых у людей у нас были возбуждены. Уголовные дела у всех не состоят на учете ни в наркологии, ни в психоневрологических диспансерах. То есть... Все адекватные, казалось бы. Все адекватные, да. То есть, что влияет на поведение людей, непонятно. Но, как правило, я думаю, что какие-то люди, когда не нашли себя в своей личной жизни, вот у них что-то не ладится, они срываются вот именно на своих детях. Алексей, вот скажите, если подобного рода преступления один раз в год вот вы раскрываете, находите, да, задерживаете виновника, то чем вы занимаетесь все остальное время? Как вот проводите рабочие будни вообще? Ну, помимо данных преступлений у нас очень много и других преступлений, поэтому на работе скучать не приходится. Занимаемся текучей рабочей. Ну, а почему именно вот теме детей уделили больше внимания? Ну, потому что, считаю, что это самая актуальная такая тема. Дети – это будущее наше. Смотря на своих родителей, как они относятся к ним, дети, как правило, копируют модель данного поведения и потом переносят ее уже в жизнь. То есть, из таких семей вырастают новые, такие же семьи, неблагополучные, которые проявляют насилие в отношении своих детей. Вот они считают, что это правильно, что вот такая модель действительно должна быть в семье. Поэтому… Ну, еще накопившаяся злость, наверное, да, на родителей теперь надо это и выплеснуть? Ну, поэтому мы стараемся привлекать психологов при расследовании уголовного дела, чтобы они работали с детьми, чтобы они объясняли им, что это неправильно, и как надо себя вести в таких ситуациях. А вот скажите, когда вот происходит вскрытие этого всего, да, гнойника, где ребенок страдает, родитель уже практически виноват, допустим, если это мать-одиночка, куда ребенок вот отправляется в этот момент, если маму вроде бы как сейчас то ли посадить должны, то ли оштрафовать, идет судебное разбирательство, а ребенок где в этот момент и чем с ним занимаются? В этот момент ребенок направляет в специальное учреждение, где он полностью содержится государством, где ему дается питание, одежда, соответственно, обучение, если это дошкольный возраст, то обеспечивается проведением вот его досуга в дневное время. И как обычно дети реагируют? Протестуют или наоборот им приятно как-то? Первое время дети, конечно, скучают по своим родителям, они их сразу прощают, но потом, когда видят, в каких условиях они могут находиться, какое к ним может быть отношение, они, естественно, где-то прощают своих родителей, а где-то просят, чтобы их оставили в дальнейшем в таких учреждениях. То есть даже вот так вот выбирают, да, сами? Да. А они могут сделать сами такой выбор вообще или нет? Ну, выбор ребенка всегда учитывается, всегда смотрится поведение родителя, то есть раскаялся, не раскаялся. Некоторые раскаиваются, приходят вот в эти учреждения, приносят там фрукты, конфеты, сладости и так далее. А некоторые и по-прежнему продолжают употреблять алкоголь, не устраиваться на работу, не приносить ребенку какие-то вещи, в каких он может нуждаться. Соответственно, из таких семей дети изымаются, родители лишаются родительских прав, и дети уже продолжают свое либо обучение, либо нахождение в таких специализированных учреждениях, как интернаты. Скажите, а вот родителям кто-нибудь оказывает психологическую, может быть, поддержку или помощь, чтобы им как-то понять, что они где-то неправы, раскаются действительно? Со стороны нашей администрации, Шиловского района, постоянно ведется работа с данными, с данной категорией людей. То есть есть ли это лица, злоупотребляющие алкоголем, то есть им предоставляется услуга, что их могут закодировать, им предоставляется работа через центр занятости и так далее. То есть профилактическая работа ведется не только со стороны сотрудников полиции, но и администрации Шиловского района. Спасибо вам. Приходите к нам еще, чтобы рассказать подробнее обо всех проблемах, с которыми сталкиваются полиция и сами граждане. До свидания. До свидания. Это была программа «Городские встречи». Увидимся в эфире или на нашем официальном сайте город62.тв. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова